В начале лета Башкирское отделение Русского географического общества запустило новый туристический проект Уральский барс. По условиям конкурса, объявленного РГО и аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан, его участники должны совершить восхождение на 7 вершин Южного Урала высотой 1000 и более метров. В конкурсе может принять участие любой желающий, уверенный в своих силах и имеющий достаточную физическую подготовку. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах Башкирского отделения РГО и Республиканской аварийно-спасательной службы. Кстати, участие в нем принимает и съемочная группа программы «Моя планета Башкортостан», которая уже поднялась на один из тысячников в гору Расцепная в Белорусском районе. Недавно стало известно имя одного из первых кандидатов на звание «Уральский барс». Это известный уфимский блогер, путешественник Олег Чагадаев. В день своего 33-летия Олег начал восхождение на 7 вершин, объявленных в проекте, и за 46 непрерывных часов выполнил все условия конкурса. Родилась идея очень просто. Я решил поддержать проект, организованный РГО, я сам являюсь его членом. Но так как проект достаточно простой относительно и рассчитан на массу аудитории, а мне больше интересны более спортивные достижения, спортивные маршруты, я решил его усложнить и сделать это максимально быстро, без отдыха, в режиме нон-стоп. 46 часов, без сна и фактически без отдыха. Ну, не 46 часов. Я вначале думал, что можно здесь все-таки за сутки, но потом прикинул. 150 километров все-таки, наверное, многовато для 24 часов. Еще примерно 500 километров между ними на машине. Поэтому засек время, и получилось 46 часов 20 минут на 7 вершин. Мало того, Олег оставил закладку на каждой из 7 вершин. Я подготовил один большой сюрприз. Он будет... Ну, или 7 маленьких, как посмотреть. На каждой вершине проекта я спрятал по одному из брелоков, либо ювелирных украшений в нашей мастерской. Я являюсь создателем ювелирного бренда. Мы делаем украшения из бронзы, либо из серебра, про горы, альпинизм, про дикую природу. Вот такая тематика. И дабы подстегнуть интерес к проекту, и чтобы не просто люди получали удовольствие от восхождения, от достижения какой-то цели, но и от какой-то внести элемент соревновательный, я спрятал на каждой вершине по одному из брелоков, либо украшений, созданных нами. Я все это сфотографировал, и буквально на днях я опубликую фотографии перед выходными, где спрятаны на каждой вершине то или иное украшение, либо брелок. Я думаю, это привлечет больше внимания, интерес к проекту, ну и добавит положительных эмоций тем, кто первым успеет зайти на вершину. В планах у Олега Чагадаева восхождение еще на сотню тысячников Южного Урала. Вообще, я выполняю проект сейчас «Тысячники Урала». У нас примерно 250 тысячников, и мне осталось собрать около 100. 150 у меня уже есть. Ну вот, часть этих вершин у меня, Южноуральских, в планах. В планах у меня высшая точка Полярного Урала в августе, и пару траверсов Южноуральских хребтов. Я пока не буду называть именно названия этих хребтов, дабы не раскрывать всю интригу, но это будет очень красиво, и я думаю, что познавательно эти хребты незаслуженно находятся вне зоны внимания наших туристов, и я надеюсь, что привлеку к ним внимание. Во время движения давайте не будем бегать по вагону. Обязательный инструктаж по технике безопасности, и трамвайный вагон трогается. Сегодня он везет лучших учеников школ Уфимского района в необычную экскурсию по столице Башкортостана. Да и сам трамвай необычный, его называют литературным, и он был создан к 80-летию городского электротранспорта. Во время поездки из трамвайного депо имени Зорина до железнодорожного вокзала и оттуда до госсырка ребята узнали очень много интересного и нового об Уфе. Во-первых, из видовых фильмов, которые им показали, во-вторых, от сопровождавших гидов-экскурсоводов. Ну а поскольку трамвай носит имя литературного, не обошлось без конкурса на лучшее чтение стихов. Красный Яр на Агидели, где простор личной волны, вспомним всех на самом деле, лишь бы не было войны. Сестры Сафины Алина и Арина приехали в Уфу из села Красный Яр. Сегодня они получили немало ярких впечатлений во время экскурсии, с которыми, конечно же, поделятся со своими школьными друзьями и подругами. Была очень узнавательная экскурсия. Историю нашего города, географию. Много исторических личностей. Да. Какие знаменитые люди к нам приезжали. Творчество узнали. Что они сделали для нашего города. Это уже вторая благотворительная экскурсия по Уфе, которая проводится для одаренных школьников из районов республики. Ранее в Уфу приезжали дети из школ Белебея. Следующая экскурсия по Золотому кольцу Уфы будет организована для белорецких школьников. С прошлого лета появилась новая традиция проведения под флагом Русского географического общества Республиканского слета учителей географии. В августе 2016 года впервые у учителей географии произошло событие, которое можно отнести к числу знаковых. Многие из них даже прервали свои летние отпуска ради того, чтобы принять в нем участие. В Белорецком районе недалеко от знаменитого Арского камня собралось около 40 команд из городов и районов республики. Во время слета в палаточном городке работало несколько дискуссионных площадок, на которых обсуждались рекреационные и исследовательские географические проекты в районах республики Башкортостан. Участники слета обсудили концепцию географического образования, рассмотрели вопросы профессиональных стандартов современного учителя географии. Словом, почерпнули для себя много полезного, обменялись опытом. Сегодня, 14 июля, в Бирском районе начал свою работу второй республиканский слет учителей географии. Он проходит недалеко от деревни Десяткино, на знаменитом Десяткинском пороге на реке Бирь. Какие вопросы обсуждают географы республики на этот раз? И какова программа слета? Этот вопрос мы адресовали одному из организаторов слета, исполнительному директору Башкирского регионального отделения РГО Риме Талховне-Галеевой. В этом году у нас слет посещается Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Поэтому вопросы в основном будут команды готовить те материалы по особо охраняемым природным территориям каждого района. Если таковы отсутствуют, то какие территории их района могли бы претендовать на статус особо охраняемой природной территории? Ну, конечно же, необходимо будет обсудить и экологические проблемы каждого района. И мы надеемся, что весь материал, который будет представлен, это будет не только для нас, это в основном мы организуем и делаем для учителей географии. В рамках слета, кроме четырех дискуссионных площадок, где будут обсуждаться экологические проекты РГО, будут обсуждаться проблемы экологического образования и воспитания, как экопросветическая деятельность, как организовать среди населения, также будут показаны мастер-классы, поляне благодатной и обширная программа экскурсионная. Это по купеческому Бирску, посещение дендропарка Бериндей, посещение экотропы Бирского заказника и попробовать гостеприимство сельского туризма в Хоторе Медовой. Вот это обширная экскурсионная программа. Подробный отчет о том, как проходил республиканский слет географа в Бирском районе, о его туристических маршрутах смотрите в следующем выпуске программы «Моя планета Башкортостан».